Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Павла Ларина. Сегодня мой рассказ будет идти об одном довольно известном в узких, но не очень раскрытом в широких кругах фанатов джедаи, носящим имя Каздан Паратус. Одно время этот джедай из расциалинов был выдающимся рыцарем Ордена Бойцов Света, но после публикации Палпатином Приказа 66, он был вынужден скрываться от глаза Империи на заваленной мусором планете Раксус Прайм, где за годы своего вынужденного изгнания пелена безумия окончательно затмила его разум. К сожалению, об этом персонаже известно очень немного, но я постараюсь поведать вам о тех фактах, которые я смог для себя открыть. А прежде чем мы перейдем к основной части видео, я бы хотел посоветовать вам поиграть на сервере по игре Гэри Смод, посвящённом Войне Клонов, где вы сможете поучаствовать в крутых операциях времён войны между Республикой и Сепаратистами, как на поверхности планет, так и в космосе. Кроме того, не забудьте подписаться на игру ПВК, в которую они выкладывают всё самое интересное, включая и видео, которое админы создают и вместе с игроками. Ссылка, как всегда, в описании, друзья. Итак, Каздан Паратус, как я уже сказал, происходил из расы Алинов – карликовых существ, предки которых происходили с планеты Алин, а затем расселились по всей Галактике – от густонаселённого Хорусанта до пустынных Татуина и Абафара. Так же, как и большинство джедаев, живущих последние годы существования Галактической Республики, Каздан Паратус был зачислен в Академию в малом возрасте, и о его родителях ничего не было известно. Из-за особенностей своей расы, молодой Каздан не отличался особенной ловкостью, но в отличие от мастера Йоды, Паратус не пытался компенсировать свои малые размеры способностями силы. Вместо этого он прибегнул к созданию механических протезов, способных компенсировать его малый рост и скорость передвижения. Неизвестно, имел ли он кибернетические импланты, но мы точно знаем, что его длинные роботизированные конечности не были обычными, а их скорость и мобильность была увеличена благодаря управлению ими с помощью силы, поэтому они служили Падавану Паратусу верой и правдой, и именно благодаря им, а также благодаря некоторым другим техническим устройствам, он смог с легкостью пройти испытания и стать рыцарем-джедаем. Мы не знаем наверняка, были ли указаны на Паратуса его собственные Падаваны, но учитывая, что Дарт Вейдер в разговоре со Старкиллером называл Каздена мастером-джедаем, то, вероятно, он имел как минимум одного ученика. Впрочем, стоит указать, что, называя этого джедая-мастером, Вейдер мог лишь подчеркнуть его мастерство во владении силой, а не указать на его официальный титул в рядах Ордена Джедаев. Как бы это ни было, о его учениках не было известно ничего, равно как и о его специализации. Поскольку он служил в Великой Армии Республики в качестве генерала, мы можем сделать вывод о том, что он исполнял роль стратега, либо тактического командира, на что также могут указывать его стремление управлять отрядами дроидов, которое проявлялось как в его молодости, так и после его ухода на Раксус Прайм. При этом факт того, что он использовал не простой световой меч, а световую пику, и вместе с фактом о том, что он очень любил что-то защищать, например, металлических идолов-джедаев, которых он сам построил в импровизированном храме на заваленной мусором планете, может указывать на то, что он одно время мог служить стражем храма. Но это всё лишь предположение. А вот что известно наверняка, так это то, что его мощь во владении силой была действительно велика. Даже факт того, что он в одиночку собрал из мусора целых рам уже впечатляет, но куда более впечатляющим было то, что он мог дистанционно контролировать целые отряды дроидов, которые он силой мысли собирал из лежащих повсюду разнообразных металлических деталей, а венцом его мусорного творения стал так называемый мусорный титан – огромная куча металлических обломков, собранные воедино мощью силой и призванные уничтожать любых вторженцев в его вонючую обитель. Но в той же мере, как была велика его мощь во владении силой, было велико и его безумие, которое захватило его разум и превратило в сумасшедшего фанатика. Проведя долгие годы в компании лишь созданных им же самим металлических идолов, он поверил в то, что они являются настоящими, живыми людьми и поэтому он стал оберегать их от любого, кто бы решился войти в покои мусорного храма джедаев. В игре Star Wars The Force Unleashed с этим даже связана одна шутка. Так, когда Гален Марик вызывает Кастен-Апаратуса на дуэль, тот отвечает словами «Не бойтесь, мастера джедаи, я защищу вас от этого ситского мусора», при этом забывая, что эти самые джедаи были сделаны из мусора. После его смерти хрупкий баланс сил на планете Раксус Прайм был нарушен и на неё устремилось ещё больше мусорщиков из числа Родиан и Джав, которые впрочем впоследствии были истреблены и мир был оккупирован Империей, которая решила ещё больше загадить мир своими свалками. При этом однако принося ему пользу, ведь на нём теперь стали открываться заводы по переработке вторсырья, которые дали местным жителям новые рабочие места и на планету даже начался приток рабочих извне. Кстати, если вы хотите, чтобы я рассказал о прошлом этой планеты до того, как она была превращена в свалку, то поставьте лайк. Я думаю, такое видео будет выпущено примерно через неделю или две, но если данное видео наберёт как минимум тысячу лайков, то я сделаю его раньше указанного срока. Поэтому да, друзья, судьба этого видео зависит только от вас. Впрочем, на этом всё. Если тебе понравилось это видео, а также если ты хочешь увидеть видео про историю планеты Раксус Прайм, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал и группу ВК. И да, как всегда призываю вас после окончания видео оставить любой комментарий на Ютубе, который только захотите. Ну и конечно не забывайте предлагать мне темы для создания дальнейших видео, самые интересные из которых рано или поздно получат свою реализацию. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила! Субтитры сделал DimaTorzok